Внимание, любители космоса! 18 сентября 2024 года Луна устроит для нас здесь, на Земле, захватывающее шоу. Частичное лунное затмение украсит ночное небо, отбрасывая неземное свечение, когда Земля на мгновение перекроет солнечный свет. Это не просто рядовое событие. Это космический балет, танец Солнца, Земли и Луны, и Россия находится в первом ряду. Являетесь ли вы опытным астрономом или просто любопытным наблюдателем за небом, это затмение обещает быть захватывающим зрелищем. Представьте себе, как Луна, наша небесная соседка, постепенно меняет свой облик, когда тень Земли грациозно скользит по ее поверхности. Итак, отметьте в своих календарях, заведите будильники и приготовьтесь удивляться. Ведь мы расскажем вам все, что нужно знать об этом небесном событии. От понимания науки, лежащей в основе затмений, до поиска лучших мест для наблюдения по всей России, мы проведем вас через это космическое путешествие. Прежде чем мы углубимся в особенности сентябрьского затмения, давайте раскроем тайну этих небесных явлений. Что же такое частичное лунное затмение? Проще говоря, это когда Земля располагается между Солнцем и Луной, но они не образуют идеально прямой линии. Представьте себе это так. Представьте, что Солнце — это гигантский прожектор, Земля — баскетбольный мяч, а Луна — теннисный мяч. Когда Земля движется между прожектором и теннисным мячом, она отбрасывает тень. При частичном лунном затмении теннисный мяч, наша Луна, движется через внешнюю тень Земли, называемую полутенью, в результате чего часть Луны темнеет. Теперь, когда мы рассмотрели основы, давайте подробнее рассмотрим, что делает это конкретное затмение особенным для России. В этом сентябре России предстоит настоящее удовольствие. Частичное лунное затмение будет видно на большей части страны, что даст миллионам россиян возможность стать свидетелями этого космического явления. От шумных городов до безмятежной сельской местности ночное небо будет освещено этим небесным представлением. Время затмения совпадает с ночными часами на большей части территории страны, что обеспечивает оптимальные условия для наблюдения за небом для людей всех возрастов. Являетесь ли вы любителем астрономии или просто интересуетесь космосом, это возможность, которую вы не захотите упустить. В следующем разделе мы подробно рассмотрим время затмения для жителей Москвы, чтобы вы могли четко спланировать свое наблюдение. Жителям Москвы следует отметить в своих календарях вечер 18 сентября. Частичное лунное затмение будет разворачиваться постепенно, предлагая захватывающее зрелище в течение всей ночи. Вот разбивка по времени, по московскому времени, которая поможет вам спланировать ваше наблюдение. Начало полутеневого затмения. 21.36. Затмение начинается незаметно, когда луна входит в полутень Земли, ее внешнюю тень. Начало частного затмения. 22.35. Это начало главного события. Тень Земли, ее более темная внутренняя тень, начинает покрывать луну, создавая более заметный эффект потемнения. Максимальное затмение 0.002. 19 сентября затмение достигает своего пика, когда наибольшая часть луны погружается в тень Земли. Окончание частного затмения 0.1.30. 19 сентября тень Земли постепенно сходит с луны, позволяя затененному участку становиться ярче. Окончание полутеневого затмения 0.2.29. 19 сентября эффект легкого затемнения исчезает, когда луна полностью выходит из полутени Земли, что знаменует собой окончание затмения. В то время как Москва предлагает прекрасное место для наблюдения за частичным лунным затмением жители всей России имеют возможность принять участие в этом небесном зрелище. От европейских равнин до сибирских просторов лунный танец будет виден во всей своей красе. Для оптимального просмотра выбирайте места с минимальным световым загрязнением. По возможности уезжайте подальше от городских огней и отправляйтесь в сельскую местность или на возвышенности, где ночное небо темнее и яснее. Парки, открытые поля и вершины холмов могут стать идеальным местом для наблюдения за небом. Не забудьте проверить прогноз погоды ближе к дате, чтобы убедиться в ясном небе. А теперь, давайте углубимся в астрономическое значение этого события и положение луны во время затмения. Во время частичного лунного затмения луна не просто исчезнет из поля зрения. Вместо этого она претерпевает захватывающие трансформации, танцуя в тени Земли. Этот небесный балет является свидетельством сложной работы нашей солнечной системы и постоянного движения луны вокруг нашей планеты. По мере развития затмения, обычно яркая поверхность луны будет постепенно темнеть, приобретая красноватый или медный оттенок. Это жуткая, но красивая окраска вызвана тем, что атмосфера Земли рассеивает солнечный свет на лунную поверхность. Более длинные волны света, такие как красный и оранжевый, способны достигать луны, придавая ей этот характерный вид. Положение луны относительно Земли и Солнца во время затмения также подчеркивает динамику нашей солнечной системы. А теперь давайте рассмотрим, что делает это лунное затмение особенным в контексте астрономических событий 2024 года. Хотя лунные затмения не являются чем-то необычным, сентябрьское событие имеет особое значение. Это небесное зрелище, которого с нетерпением ждут как любители астрономии, так и случайные наблюдатели за небом. Несколько факторов делают его уникальным и обязательным для просмотра. Во-первых, продолжительность частного затмения относительно велика, что дает достаточно времени для наблюдения и фотографирования. Луна проведет значительное количество времени в тени Земли, что позволит наблюдателям увидеть постепенные изменения в ее внешнем виде. Во-вторых, затмение совпадает со временем года, когда погода во многих частях России благоприятна для наблюдения за звездами. В этот период высока вероятность ясного неба, что повышает шансы увидеть затмение во всей красе. На протяжении всей истории затмения пленяли воображение людей, вызывая трепет, удивление и даже страх. Древние цивилизации часто приписывали эти небесные явления сверхъестественным существам или божествам, сочиняя мифы и легенды об их появлении. От драконоподобных существ, пожирающих солнце, до небесных волков, преследующих луну, мифология затмений отражает врожденное любопытство человечества к космосу. Эти истории, передаваемые из поколения в поколение, подчеркивают глубокое влияние, которое небесные явления оказали на культуру и системы верований человека. Сегодня, когда мы понимаем научные объяснения затмений, их очарование не ослабевает. Давайте перейдем к практическим советам по безопасному наблюдению затмения и получению максимального удовольствия от этого небесного события. Наблюдение за лунным затмением – это безопасное и увлекательное занятие для людей всех возрастов. В отличие от солнечных затмений, которые требуют специальной защиты глаз, вы можете наблюдать лунное затмение невооруженным глазом без какого-либо риска. Однако несколько советов могут улучшить ваши впечатления от просмотра и помочь вам получить наилучшие виды. Во-первых, найдите темное место. Световое загрязнение от городов может снизить видимость затмения. Если возможно, отправляйтесь в сельскую местность или на возвышенность, где небо темнее. Во-вторых, используйте бинокль или телескоп. Хотя затмение видно невооруженным глазом, использование бинокля или телескопа может увеличить изображение и выявить мельчайшие детали лунной поверхности. В-третьих, проверьте погоду. Ясное небо имеет решающее значение для оптимального просмотра. Изучите прогнозы погоды ближе к дате и выберите место с минимальной облачностью. Преображение Луны – это медленный и захватывающий процесс. Частичное лунное затмение 18 сентября – не единственное небесное удовольствие, которое ждет наблюдателей за небом в России. Сентябрь предлагает прекрасные возможности для наблюдения за звездами, когда ясное небо и созвездия видны во всей своей красе.